Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на товары из магазина потерянных посылок, которые мы взяли не вслепую, которые мы брали осознанно. Либо потому, что мы знаем, что это выгодно, либо потому, что мы знаем, что это 100% нам нужно. В основном, конечно, 95% здесь товаров, которые нам точно были нужны. И какие-то мы взяли просто для интереса. Ну что, давайте посмотрим на них поближе, и я расскажу вам, зачем мы их взяли. И также посмотрим, конечно же, самое интересное, это их настоящую цену. Узнаем, насколько же мы в выгоде оказались, купив их в магазине потерянных посылок по одному доллару. Вот такой первый товар, и на нем написано, что это ювелирное украшение для того, чтобы его разукрашивать. Очень интересно стало, мы взяли это именно от интереса. Теперь посмотрим, что же там все-таки внутри. Ух ты! Что у нас в первом отсеке? Это коробочка с набором именно для разукрашивания, для рисования. Здесь краски. Непонятно, какие, возможно, это акриловые краски. Здесь, вау, какие крутые, суперудобные, суперклассные кисточки. Тоненькая очень и широкая, плоская. Класс! Кисточки точно пригодятся и краска. И вот такой маленький, я не помню, какой он называется, где краски смешивают. Ну, исправьте меня, пожалуйста. Ага, это похоже на брошку. И вот эти два, возможно, сережки. Давайте откроем, посмотрим. Очень интересно. Это одна клипса, я так понимаю, клипса. И одна подвеска. Они очень симпатичные, очень милые. Я, наверное, бы не портила их краской, а ставила бы таким видом. Я бы, наверное, носила где-то под какое-то вечернее платье. Интересно. Ну, почему одна сережка? Ну, в принципе, на коробке так и нарисовано. Возможно, здесь ты закрываешь волосами второе ухо и только одну сережку используешь. Вот у нас кулончик. И вот у нас нарисован брошка. Отличный набор, узнаем цену. Вот такие цены, но, к сожалению, подобный набор я не нашла, поэтому дадим ему так, на вскидку 10 долларов. Так, следующий товар, это вот такое что-то странное, непонятное, на первый взгляд. Понятно, что здесь есть, что это резинка, что здесь есть светоотражательная лента. Как вам показать так в кадре? Никак. На самом деле, это такая защелка здесь. На самом деле, это типа жилетка, светоотражательная, только не жилетка, а вот сами эти только полоски. И ты можешь надевать на свою куртку любого размера или на что угодно. Мы взяли это для меня, чтобы... Потому что больше не было. Мы взяли одну, было бы две, взяли бы две. Чтобы, если ходить на природу, на хайкинг, то, чтобы не потеряться более к вечеру уже, это очень полезная вещь. Здесь многие используют такую, даже если они работают где-то вечером, там, дорогу себе убирают или что-то такое, то люди надевают светоотражательные такие элементы. Посмотрим, сколько же это стоит. Мне очень интересно. Продается в Walmart, стоит 14,35. И пойдем туда, значит, искать себе вторую, но уже не за доллар. Следующие два товара, это вот такая новогодняя, можно сказать, золотая ленточка. И вот такая силиконовая лента. Сейчас я открою упаковку и покажу. В общем, это двухсторонний скотч, силиконовый, прозрачный. Просто для справки, этот скотч очень пластичный и подойдет для любых форм. Поэтому он намного лучше, чем обычный двухсторонний. Следующий товар у нас находится вот в такой коробочке. Здесь разная цветовая гамма. И мы знали, что здесь, потому что он был открытый вот так полностью. И сразу было видно, что это. Это подложка под рабочий стол, под клавиатуру, либо под... С чем вы там работаете, в общем. Это для офисного рабочего стола. У нее два цвета. Вот такой коричневый материал фактурой под кожу сделан. Я не уверена, кожа это или нет. Давайте посмотрим на срезе. Плохо видно, непонятно. И вот такой приятный... Я не знаю, какой-то цвет лавандовый, что ли. Очень красивый. Конечно, эта подстилка не кожаная, просто фактурой похожа на кожу. И стоимость ее 16,99. Что ж, следующий товар у нас из раздела электроника и всякое такое. Первое, это вот такой переходник. Что-то связанное, мне кажется, с телевизором. Следующее, что мы взяли, заведомо тоже знаю, что это такое. Это вот такой чехол на телефон для съемки под водой. Они недорогие, в принципе. Насколько я помню, на Алиэкспрессе можно там купить тоже за копейки. Но мы за два заплатили доллар, во-первых. А во-вторых, пока оно придет тебе с Алиэкспресса. И плюс ты еще заплатишь за доставку и за налоги. И это оказалось действительно отличная выгода. Предпоследний товар, это стекла для камеры айфона. Что у нас здесь идет в набое? Так, сами стекла. Палочка, чтобы их прижимать. И, конечно, салфетки две. Точно такие стекла я, к сожалению, не нашла. Но вот примерно на них цены. И мы поставим, соответственно, вот такую. Последний товар из этой серии, это сумочка. Не особо было по ней понятно, что это за такая странная резиновая бананка. Но я почему-то сразу подумала, что она, наверное, как-то связана с плаванием. Как видите, эта сумка продается в комплекте с чехлом, которого у нас не было. Поэтому отнимем небольшую сумму и получится вот такая за сумку. Следующие четыре товара я отнесу к разряду праздничные украшения. Это у нас здесь вот такой фонарик. Это не тот, который можно полить и запускать в небо. Это вот такой фонарик, в который можно вставить лампочку. Точнее, его можно надеть как-то на лампу, на вашу имеющуюся. И здесь написано вольтаж, который он выдерживает. В зависимости от размера вот этого фонарика, который вы купите. У нас уже есть такой серый. Мы когда-то брали в распаковках. Поэтому этот золотистый тоже пойдет к нему. Они будут рядом висеть вместе. Стоит он вот столько и получается это уже не фонарик, а плафон. Следующая позиция их две. И они оплачивались как две отдельные. То есть это 1 и 1,2 доллара. Нашла такой набор за какие-то огромные деньги. Мы покупали намного дешевле. Поэтому я поставлю в половину цены. И за 2 по 8 получается будет 16 долларов. Последняя позиция из рубрики украшения. Это вот такой типа шар на елку. Но это вывеска на таком мощном кольце. Крепится сюда металлической такой пластиной. Очень красиво, я считаю. Поставим вот такую цену. Уже не сезон. И точно такую вывеску я, к сожалению, не нашла. Нашла немножечко попроще. Поэтому цену поставим немного выше. Следующие два товара, к которым, возможно, у вас возникло больше всего вопросов. При виде первых кадров общего плана всей этой закупки. Потому что непонятно, во-первых, что это такое. И для чего это может пригодиться. Это вот такая сетка. Она сделана из мягких ниток. Она не для того, чтобы ловить рыбку или что-то такое. Это для декора дома сделана. Я, конечно, не нашла такого размера декоративную. Нашла наподобие, но чуть-чуть больше. Поэтому цену поставим меньше. Это две присоски с вот такими крючками. Их можно использовать в душе, в ванной комнате. И вы можете придумать что угодно с ними. Нашла в продаже комплектами по четыре штучки. Поэтому вот цена за две. И финишная прямая. Вот такие две рамки. Это также две отдельные позиции. То есть мы заплатили за них два доллара. По одному за каждую. Я знаю, что они недорогие, но в принципе по доллару, скорее всего, минимум доллар двадцать пять они у нас или доллар пятьдесят стоят. Я видела, что они одинаковые. Подумала, почему бы не взять. Давайте узнаем, была ли выгода или я прогадала. Действительно, подобные рамки нашего размера в одном из самых дешевых магазинов стоят два пятьдесят за штучку. Следующие два предмета это рубрика текстиль. Это у нас на подушку наволочка, на декоративную. А это, ну думаю, так все поняли уже, для стирки мешочек. Давайте откроем их, посмотрим и узнаем цену. Отличный мешочек. Он большой, плотный, крепкий материал, из которого он сделан. И вот эта подушка, наволочка, точнее, тоже мне очень нравится. У нее приятный материал, плотный. Мне кажется, что это даже для улицы может быть. Все-таки это наволочка для подушки домашнего использования. Мешки для стирки нашего размера и из такой ткани, как у нас, но немножко с другими замочками. Стоит примерно вот столько за штучку. И последний товар это вот такие зубочистки с фигурками бургеров наверху. Для чего они сделаны? Чтобы соединять между собой все слои бургера и вам было удобнее кушать. Я обычно использую для этого палочки для шашлычков деревянные, большие такие зубочистки. И как бы это не очень удобно. В общем, это точно была не неожиданная для меня распаковка, но интересная. Неожиданностью, в принципе, стала цена за это все. Как обычно, мы точно в выгоде. И все эти товары нам точно пригодятся, потому что мы их взяли осознанно. Оставайтесь с нами и до следующих видео. Всем пока!